Сажаем мы сегодня сосну обыкновенную, по-латыни пинус сильвестрис. По-латыни пинус сильвестрис сосна обыкновенная. Название красивое, растение неприхотливое, дает водную лесничие и инструктирует. Копнуть, посадить только один росток, корневую систему прижать плотно, чтобы воздуха не было, два шага, где-то полметра и следующий. Их высадят столько, сколько нижегородцев, тогда грековчан, не вернулись с фронта или не дожили до 72-й годовщины Победы. В год 70-летия Победы мы посадили 147 тысяч саженцев, потом мы посадили 12 тысяч саженцев, 10 тысяч саженцев. И вот сегодня мы тоже сажаем около 20 тысяч саженцев. Каждое дерево это ознаменует именно того деда, того прадеда, кто не вернулся с боя или кто просто участвовал в Великой Отечественной войне, но, к сожалению, сейчас уже его нет. На пустыре в Сормовском лесничестве 200 добровольцев. Студенты, кадеты, сотрудники администрации города, депутаты ЗАГС собрания. Дети и взрослые сейчас кропотливо высаживают деревца за деревцем, чтобы через 20-30 лет здесь вырос мощный лес Победы. Своим примером мы показываем, привлекаем, в первую очередь, молодежь. Вы видите, здесь они присутствуют. Нам надо делать легкие города все больше, лучше и краше, чтобы дышать полной груди. С каждым годом добровольцев все больше. В мае 2017-го лес Победы сажают и те, кому довелось воевать в современной истории России. Это и ветераны боевых действий, и те, для кого служба в армии стала призванием. Саженцы для Победы, а для Победы ничего не жалко, ни здоровья, ни настроения. Лишь бы было бы все для Победы. Наши делали, деды, отцы, прадеды и мы. Это поле в Сормовском лесничестве кажется огромным, но сегодня добровольцы в одном строю до Победного. Пока последняя сосенка не будет высажена. Три года назад, когда акция «Лес Победы» только стартовала, жители высадили на 30 гектарах около 145 тысяч деревьев, и 96% из них прижились. Екатерина Белинская, Объективно, ННТВ.